МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102. Новостях Волгограда и области. Симфонический вечер в стиле аббы. Волгоградские музыканты подарили землякам необыкновенный концерт. Дело о засохших соснах. Гарантийную высадку новых деревьев в районе развязки на Тулака разбирали в арбитражном суде. Бизнесмен из Красноармейского района задержан при даче крупной взятки офицеру, оперуполномоченному полиции. К столетию органов госбезопасности региональное управление ФСБ расскажет жителям о героях-чекистах волгоградской земли. На улицах Волгограда начинают устанавливать баннеры, посвященные вехам столетней истории российских органов госбезопасности. Информация о подвигах некоторых героев-чекистов была рассекречена совсем недавно, и теперь каждый житель Волгограда может доподлинно узнать, что значит героями не рождаются, а становятся. Сегодня первым в районе площади Чекистов был установлен стенд с информацией о пути Ивана Левачева, контрразведчика, участника Сталинградской битвы. Столетний юбилей он отметил в 2014 году и недавно ушел из жизни. Инициаторы акции, действующие сотрудники и ветераны ФСБ хотят рассказать согражданам и о героях Великой Отечественной войны, и о том, какой ценой зачастую дается безопасность страны в наше время. У нас еще будет около 4-5 сотрудников, которые служили в Великой Отечественной войне, а также о ребятах, которые служили в Афганистане, и о ребятах, которые отдали свою жизнь в настоящее время за конституционный строй и борьбу с терроризмом. Всего на улицах Волгограда будет установлено несколько десятков баннеров с фотографиями и историями подвигов волгоградских героев-чекистов разных поколений. Факт гибели 18 крымских сосен и пропажи еще четырех деревьев из 280 высаженных вблизи подземной развязки на Тулака не смогли доказать в суде представители МКУ службы единого заказчика-застройщика администрации Волгограда. Муниципальное учреждение судилось со строителями транспортной развязки фирмой «Волгоградметрострой». От застройщика хотели добиться высадки 28 саженцев крымской сосны взамен засохших в рамках гарантийных обязательств. Но в результате решением суда Волгоградметрострой должен высадить только шесть новых деревьев до 30 ноября. В свое время посадка сосен у тоннеля на Тулака обошлась почти в полтора миллиона рублей. После того, как часть деревьев погибла, а подрядчик отказался исправить ситуацию, чиновникам пришлось обращаться в арбитражный суд. Но вышло не слишком удачно, потому что более 20 сосен отстоять не удалось. При передаче крупной взятки неподкупному офицеру полиции в Волгограде задержан владелец незаконного бизнеса по переработке нефтепродуктов. Предприниматель намеревался обрести крышу в лице оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД. За незаконную переработку нефтепродуктов полицейским был установлен 58-летний житель Красноармейского района. В ходе проверки за непринятие мер по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности и общее покровительство подозреваемый предложил офицеру полиции взятку в сумме 200 тысяч рублей. В дальнейшем в результате проведенных оперативных мероприятий взяткодатель был задержан с поличным при попытке передать деньги. Следственными органами возбуждено уголовное дело за дачу взятки. Подозреваемому может грозить до 12 лет лишения свободы. Сотрудник полиции, отказавшийся от получения взятки, будет поощрен правами руководства Главного управления МВД России Павлоградской области. Концертом с потрясающей энергетикой порадовали земляков музыканты Волгоградского академического симфонического оркестра, хоровой капеллы, ансамбля студентов консерватории имени Серебрякова и мужского ансамбля образцового детского хора «Камертон». Под управлением дирижера Юрия Серова в заполненном публикой зале ЦКЗ были исполнены хиты легендарного шведского квартета «Абба». Аж слезу даже пропила, ну вообще просто необыкновенно. Мы так часто здесь бываем, но это необыкновенный концерт. Три биса – это очень серьезно для такого коллектива. Молодцы, просто огромное спасибо и огромное уважение. Трем вызовом на бис, незабываемому вечеру, восторгу и благодарности публики предшествовала серьезная подготовка музыкантов. Нотный материал качественный, вот эта вот идея, воплощенная вот в результате в большом количестве нотной бумаги, специально подготовленной концерту, вот это может быть самое трудное, потому что можно испортить любое. А профессиональный коллектив, высокопрофессиональный коллектив, оркестр, естественно, они эти задачи умеют выполнять, и они их выполняли. В ближайших планах дирижера Юрия Серова – участие в Петербургском фестивале, где под его управлением будет исполнено попури из самых ярких мелодий страны Советов. И эту программу обязательно увидят и услышат волгоградские зрители. На этом все. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА